здравствуйте уважаемые друзья и рад вас приветствовать на канале дневник рыбалова на канале любительской рыбалки и сегодня у нас рубрика это рыбацкой кухни решил вас побаловать новым рецептиком на сезон 2019 и так что нам необходимо нам необходим мотыль дафни мотыль как вы видите в сухом виде дальше нам необходимо база это горох соль консервант и сахар яйцо и оранжевый краситель так как особенно на реках оранжевый цвет себя проявил вообще идеально итак друзья мои что мы делаем в первую очередь первую очередь нам необходимо горох превратить в муку если у вас есть возможность купить готовую гороховую муку единственное просеете и носиться чтобы максимально бы она была похожа на пыль то есть не без крупинок это очень важный момент но я в свою очередь сейчас буду это все перерабатывать и просеивать итак друзья мои при помощи вот такого нехитрого приспособления это кофемолочка превратил сначала я горох вот в такую вот фракцию просеял на более крупный на более крупной яче и а теперь беру самую мелкую ячею то есть для муки и нам необходимо вообще фракции и начинаю просеивать чтобы чем меньше будет крупиц тем лучше даже если вы купите заводскую муку она по-любому будет с крупицами а нам необходимо увидеть пыль процесс конечно не быстрый но плоды свои он дает все поехали так ну что мука у нас готова теперь приступаем другому процесс и так берем отеля сухого как вы видите вот он у нас сколько здесь нас 10 грамм более чем достаточно и теперь его также перерабатываем на муку таким же способом поехали на запах специфический скажу сразу все высыпаем сухую смесь вот так так теперь берем давню здесь мне 20 грамм берем также 10 грамм то есть пол пакета и точно также превращаем каким отеля муку теперь берем всю эту сухую смесь естественно перемешиваем и берем пустую емкость все поехали берем пустую емкость берем яйцо разбиваем его вот так теперь добавляем сюда чайную ложку соли можно без горки и чайную ложку сахара и все это тщательно перемешиваем до полного растворения как только все у нас растворилась берем краситель вот он 5 грамм оранжевый и пол пакетика то есть где-то два с половиной грамма чтобы вас был такой ядерный цвет прям оранжевый и снова все перемешиваем до полного растворения красителя так все у нас растворилась теперь добавляем нашу сухую смесь так тут все делаем на глаз добавляем и начинаем замешивать нам необходимо сделать крутое тесто то есть постепенно замешали добавляю смотрите если вдруг вы не рассчитали ну бывает всякое ничего страшного берите пшеничную муку 1 полторы чайной у не чайной столовой ложки не помешает он даже как клей хорошо работает все поехали друзья мы делаем тесто итак вот что у нас об получилось теперь берем пакет и кладем минимум на 10 часов в холодильник для того чтобы все частицы пропитались и все продолжение следует чудеса монтажа достаю я из пакета наш шар он такой деревянный как бы кажется стал твердый вот но на самом деле ему необходимо просто немножко нагреться и он будет мягенький и так делаем заготовку как мы ее делаем понятное дело отщипываем вот и крутим шарики необходимы нам размер сразу скажу семерка восьмерка все и крутим необходимые нам размеры очень большие делать не нужно я вам скажу самый вот максимальный размер это до десятки все вот семь восемь девять десять миллиметров все друзья мои делаем заготовочки так сделал я в районе 150 штук остальное тесто опять кладу в холодильник то есть неделю свободно но хранится но в течение недели необходимо конечно его использовать все теперь наша задача сварить данные мини бойлики для этого нам необходима обычная вода никаких ароматизаторов кидаем воду ждем пока всплывут как пельмени и буквально там до минуты покипят и выключаем и сливаем воду все сварили берем сливаем воду и вот что у нас принципе получается с вами приятный цвет красивые окатыши так как вы видите они у нас были очень темные немножко теперь выварились естественно теперь у нас такой ну темненько оранжевый цвет но многие знают в принципе что делать дальше но я просто показываю то что некоторые люди это видят впервые поэтому весь процесс пойдем мы заново и так берем иглу нить она называется джинсовая на упаковке по крайней мере было так написано вот продеваем в иглу и теперь как бусы вот нанизываем вот обратите внимание на иглу и делаем в виде бус пробиваем и поехали каждую и между ними необходимо оставлять вот такой вот примерно пространство и так вот что у нас на выходе получается смотрите расстояние желательно чтобы обязательно было чтобы со всех сторон он пропекался берем противень пергаментную бумагу он не подгорает смотрите в чем фишка я пользуюсь по старинке я пользуюсь электро духовка просто нам не есть яй на ней просто удобнее намного их высушивать или обжаривать я допустим разогреваю ее до 200 градусов потом когда вставляю противень опускаю температуру до 150 и где-то примерно начиная около 15 минут они у меня сушатся или жарится как будет правильно вот я понимаю что в основном основная масса всех микроволновки она также у меня есть но я ее не пользуюсь или духовки в газовые вот друзья мы там уже нужно вам самим экспериментировать смотреть чтобы они не сгорели потому что если не сгорят это все труды ушли на смарку поэтому сейчас я ставлю в электро духовку и жарю их так прошло 15 минут и пробуем на готовность проверять очень просто берем воду берем окатыш и бросаем вам все он не тонет обратите внимание все он готов достаем достали противень как вы видите катушка у меня замотана в фольгу потому что она плавится при жарке поэтому чтобы этого избежать я заматаю обратите внимание какие они румяные красивые гладкие получились ровно без заусенец еще хочу сказать не ленитесь хорошо их крутите и получится заусенец и будут они будут у вас как прям как пенопласт так дальше наша задача значит берем для тех кто первый раз берем эту бусинку и завязываем два узла я вообще вяжу 3 раз 2 и 3 все получается вот такая вот бусинка берем ножницы и оставляем усики по длине вот отрезаем где-то примерно вот так вот она выглядит все вяжем все остальные ну вот первая партия готова в принципе теперь пускай она так по стаде то сутки в открытым но проветриться а потом можно в принципе листик пакет или в баночку в общем в любую сухую емкость главное чтобы не не было доступа влаги их срок хранением скажут до трех лет реально если они не намокают не сыреют два года два сезона даже бать на третье они служат и нормально ловят все остался последний тест сейчас возьмем крючочки кстати сейчас даже покажу как их одевать то что даже никто не понимает как их одевать на крючки давайте сейчас один на крючок и протестируем берем крючок берем более как а то же и вот под ниточку проводим вот так вот крючочек остается внизу под бойлика опускаем воду как мы видим он на плаву так друзья мои вот что у нас получилось вот такие вот плавающие бойлики они рабочие работают очень хорошо особенно на реке работает по карасю работает по лещу неплохо на стоячки хорошо по карпу работают вот обратите внимание так это были в чистом виде по гороху этот раз мы добавили с вами мотыля дафнию и они будут реально универсальны по этой рыбе хочу забегаю сразу друзья мои наперед они не продаются потому что я знаю что будут в комментариях писать где их можно купить делаем все друзья мои сами понимают что уходит много времени но такая нудная работа поэтому приходится выделять можно первый день выделить на замес тесто потом крутить варить то есть до весны еще время есть еще месяц есть поэтому я сейчас занимаюсь заготовочкой данных бойликов сразу мы их не продаем так что в комментариях можете даже не писать вот мы иногда их разыграем конечно как приз это да бесплатно не людям иногда достаются ну или на рыбалке я их даю ладно ребятушки вот такой вот рецепт работать будет сто процентов это убийца всей мирной рыб так что всем хорошего настроения набирайтесь терпения и и делайте данные бойлики как вы видите номер двенадцатый крючок держится свободно монтаж рабочий засекание про рыбы практически стопроцентной там сходов процентов 5 на максимум 10 из всех поэтому друзья мои ставим пальцы вверх как вы меня просили новый рецептик вот так вот моделя можно превратить в бойл всем хорошего настроения и дня всем пока а